Знаете, почему я улыбаюсь? Потому что сегодня со мной в студии программа «Простые чудеса» очень интересный человек. И все его во всем мире знают как лучшего друга кошек. Да, это Юрий Дмитриевич Куклачев. Здравствуйте, дорогой Юрий Дмитриевич. Здравствуйте. Вся жизнь моя получилась, произошла так, действительно, как чудо. Вот она подходит к вашей передаче, потому что мое появление, моя жизнь, она действительно как чудо. Я помню, когда жизнь сложилась, я же после войны, папа рассказал анекдот. И вот, анекдот, кто-то сказал, что это про Сталина намек. И его арестовали под домашний арест, сказали, из дома не выходить. Но мать знала, что арестовывают всю семью, и детей, и бабушку. И меня срочно схватили, повезли в деревню, и жил я не у бабушки, а жил у соседей. И мое счастье, вот я с четырех до, может быть сказать, с трех до семи, я жил в деревне. Общение, понимаете, это общение с курочкой, с природой. Это вот для воспитания, действительно, сказка. Вот это наполняет общение с живым миром природы. Петушок у меня был, который, какого рано я просыпался, все. Дедушка бежал, там шел с коровами, я с ним бежал. Понимаете, это все вот это воспитывало, умение быть сосредоточенным, сконцентрированным, задавать вопросы, а почему это так? Они так меня понимают. И корова, и коза у нас, коза была, которая во время войны спасла всех наших. И я вспоминаю, проснусь ночью, смотрю, икону Божией Матери. Я тогда не знал, тетенька какая-то с мальчиком, и свеча горит, и вот она так полыхает. И так, вот не знаю почему, так на душе приятно, вот в этой точке чувство радости, чувство восторга. У меня тетя была очень хорошая, тетя Оля, которая говорит, мне надо знать все молитвы. И она меня молитвы учила, она мне очень объясняла, долго рассказывала, говорила. Это такая вот действительно женщина была удивительная, она в хоре умения пела, понимаете, поэтому она такая. И это на меня очень сильно производилось впечатление. И она, когда я уже был секретарь там партийной организации, все, она говорит, сынок, надо детей покрестить. Я помню Димочку, а как покрестить? Ты же не можешь пойти в церковь? Все, это же могут, так сказать, наказать, поедем к Меню. И мы помню, в Пушкино. На трассе оставили машину, полем пробрались в этот храм. Вот, и мы с отцом Менем там очень хорошо, понимаете, общение у нас было. Но самое главное, я вам скажу, что каждый раз, когда в моей жизни я что-то преодолевал, вот ставил перед собой задачу, цель и стремился к ней, всегда были очень сильные препятствия. И препятствия такие, что можно было разозлиться на всех, начать проклинать, начать вот агрессию. А вот как-то вот молитва помогала мне это успокаивать все. Я понимал, что значит, я еще не доказал, надо еще доказывать, надо еще над собой работать. Над собой работать. Не на кого-то обижаться, а над собой. У меня очень рано появилась цель в жизни. Вот, я в 7, где-то в 8 лет уже решил стать, точно определился своей профессией. Поэтому сегодня после спектакля я обращаюсь к родителям, все, кто сидят. Я говорю, ну вот представление закончилось, кошечки посмеялись. А теперь я хочу с вами побеседовать, задушевную беседу хочу с вами провести. И рассказываем о том, что очень важно в жизни, родителям говорю, вы хотите, чтобы дети были счастливы? Да. Ведь очень важно научить ребенка разговаривать со своим сердечком. Так как у меня в детстве произошло, я постоянно вел беседу сам с собой. Я жил среди птичек, мышек, понимаете, кошечки, собачки. И я постоянно вел беседу и с ними, и с собой. Почему свое сердечко слушать? Потому что ваш ребенок может выйти на улицу и спросить совета у чужого сердца. А чужое сердце может оказаться бессердечным, жадным, злым, равнодушным. Поэтому если ребенок с детства может, начнет понимать свое сердечко, а сердечко свое всегда дает только правильный совет. И когда вот это дети выходят, вдруг выбегают, начинают тебя целовать, это все. Это, понимаете, вот ты отдал так, что они, вот у них что-то, они побежали и целуют тебя, обнимают. У него нет ничего, что-то, кто-то цветы дал, а другая девочка вышла, и ничего, она взяла меня и поцеловала. Это самые счастливые цветы. Самое дорогое, самое дорогое. А другие тоже я хочу, и все побежали. Понимаете, это какое счастье, ты нужен людям. Юрий Дмитриевич, вы очень много путешествуете, очень много общаетесь. Я вот слушаю вас и не могу даже прервать, потому что, конечно, вот такого рода проповеди они, конечно, нужны. Хотя вы сами, может быть, даже... Вы знаете, мне в жизни повезло, то, что у меня бабушка говорила так. Она говорила, сынок, она не умела писать. Но она говорила так. Если ты проснулся, и у тебя что-то болит, радуйся, значит, ты еще живешь. Но если ты чувствуешь боль другого человека, значит, ты еще человек. Вот я вижу, как много вы общаетесь, путешествуете, работаете. Но вот ваш этот насыщенный график был прерван этой страшной модной болезнью. Я знаю, что очень тяжело проходили заболевания коронавируса. У меня мама тоже, и 82 года переболела, и легкие были поражены 50 и 50 процентов. У вас, по-моему, даже 85 процентов были поражены. Да, у меня было очень много. Как вы это пережили? Я думал, сначала грипп. Поехал, да, плюс. Меня сразу в больницу. Проверяют легкие. Говорят, слушайте, у вас впервые пять дней? Да, легкие, прекрасно. Я говорю, ну, Верин, ну, вы знаете, надо иммунитет сделать, там, вливание. Ваша система такая, иммунитет убит, он там лежит. Ну, короче, у меня вливают. Я встаю утром, прекрасно себя чувствую, температура сошла, все. Ну, говорит, ну, еще два дня, и мы вас выпускаем. Ну, говорит, идите, проверьте сосуды. И вот, когда я прошел проверить сосуды, я схватил другой коронавирус. У меня был коронавирус, но я другой по пути. У меня ночью уже температура 40. Меня легкие проверяют. На следующий день, ну, там 80, я посмотрел, все в решет, все, там 90% было поражено. Уже дыхание по бутейке не помогает, уже здесь маску одели. Конечно, уже ничего бы не спасло меня, потому что шторм такой пошел. Меня только повезло то, что мне сделали плазму. Плазму, очищение крови не помогает. Второй раз плазму, два раза плазму, представляете? Врачи были в шоке. Молодой пришел здоровый и уходит из жизни. Все, прям таешь, и ничего. Единственное, что я, у меня был телефон, и я всю ночь у меня передо мной молитвы вот эти все. Полностью псалмы, потому что единственное, на чем я держусь, это на псалмах. Это самое главное, когда я помню, первый раз получил священный огонь, я умылся им, и я понял, сколько я грязи сделал в жизни, сколько неправильных действий. И я сказал, господи, прости, я никогда, никогда больше не повторяю. Это был внутри такой внутренний крик. Я знаю, что вы очень много времени уделяете встречам с детьми, подростками, молодыми людьми, которые попали в очень сложную ситуацию, оказались за решеткой. Да, это мне произошло случайно. И вот эти дети отвечают вам в такой взаимности. Вот мы почитали вот эту подборку писем, удивительных, когда вам дети отвечают после встречи с вами, там, в местах лишения свободы. Я верю, что у меня также получится изменить жизнь в лучшую сторону, пишет молодой человек Владислав. Дальше. Я сейчас понял, что Иисус Христос на самом деле существует. Вот парень встретился с вами, поговорил, услышал вас, и понял такую простую вещь. Удивительную, простую, но, наверное, самую главную в жизни. Когда читаешь эти письма, их огромное количество. Я когда прихожу к детям, я попал туда случайно. Я написал программу «Школа доброты», это было 25 лет назад. И у меня был научный руководитель в Академии образования Фельдштейн, такой известный ученый, академик. И он говорит, Юра, надо, знаешь что, надо твою программу проверить. Она должна апробацию пройти. Я говорю, а где в школе? Нет, надо в колонию поехать. Давай проверим в колонию. Я говорю, какой я в колонии? В детской. И вы знаете, мы стали с ними работать по моей программе. Мы досрочно освободили 60 детей в Галяву. Тогда. И никто не вернулся обратно. Когда я прихожу, такие колючие глаза, такие, ну вот, сейчас будет нам тоже клеить, учить, там, все. Да, наемы. А я говорю, ребята, я просто хочу с вами поговорить. Расскажу о себе. А вы сами поймете. И я начинаю рассказывать, как мне было трудно, как я из наркомании вышел, как я вышел. У меня трудности, тяжести, как меня душили, как меня резали, как у меня все было. Каким образом я вы... Это долгий процесс, даже как я воровал. Понимаете, в детстве, в 7 лет, был такой случай, и я понял, я так осознал это. Я им так рассказываю, что у них, у всех после этого, у них пропадает желание брать чужое. Все, дядя Юра, мы больше брать чужое не будем. Потому что я им передал свое. Они то же самое-то ощутили на себе. И мы, ну, меня за руку не посадили, а их, они сидят. Поэтому они это поняли, и я их близкий по духу. Вот это нюанс, все. И я им сказал, как я сделал, что я внутри себя поставил. Сказал, нет, понимаете, нет, лучше пусть руку отрежут. И это, их, они, это как, это трудно объяснить. Я не планирую, у меня специально не написан этот рассказ. Потому что каждый раз, когда заходишь, разные дети, разная атмосфера, разные ситуации, и все время по-разному. И они начинают меня понимать. И вот эти дети, мы потом, мой учитель Списивцев придумал такую вещь, амнистия души. Это гениально. Мы освободили 375 человек досрочно из колонии. Вы принесли очень много интересных предметов. Расскажите нам немножко. Вот этот образ очень интересный. Это, конечно, не икона, но образ некий, да? Это я вот работал в цирке. Так. Там клоун, когда выступает, он выступает между номерами. А номера кто-то 10 минут, 15 минут. И вот просто сидеть, ждать 10 минут я не мог. Я купил инструменты, взял доску. И вот, и первое, что... И вот мне образ... Вот Иисус у меня живет здесь, понимаете, вот он внутри. Это нельзя говорить. Это надо проживать. А здесь мне... Интересная печать вы понесли. Это мне повезло. Вот эта печать, это уникально. Это... Ой, запах, понимаете. Это... Мы подружились в Новосибирске. Валера такой удивительный человек. Он... Связь у него... Он в Иорданию ездит. Затем связь Иордана-христианское, так сказать, содружество. Все это, все христиане как бы объединяются. И у него был выход на патриарха, который заходит, получает священный огонь. Это та самая печать, вы сказали, которую Кувоклию запечатывают, да? Вот эта печать на кусочки всем резали. Он говорит, Юра, я тебе отдам, а ты, говорит, достоин, тебе целую печать отдам. Он мне дал, чтобы я так всем порезал. А у тебя будет печать целая. Представайте, из Новосибирска мой друг мне дал. Это опечатывают. Он заходит туда обнаженный. Вот, они его опечатывают, что он там, никаких спичек у него, ничего нет. И вот эту вот, эту печать, она у меня, понимаете, хранится дома. А это... Икона. Эту икону мы уже купили, написано Иерусалим, но она была куплена в Вифлееме. Потому что, все-таки, Вифлеем это уникальное место. Я там, вот когда сижу, я чувствую, вот это... Вот я представляю, как вот мать Мария, ведь Творец выбрал одну единственную женщину, понимаете, и со всех планет, одну, Марию. Значит, она внутренне была наполнена, она внутренне была чистая, она внутренне была очень верная, она правильная была. Это же не просто так, взял девочку. Нет, вот именно ее взял, выбрал. А ее, понимаете, и она прошла через все это, через нее пришел Творец. Как в этот мир можно прийти? Только через женщину, только таким образом, ни из колбочки, ничего. Таким образом можно прийти. А это камусы, которые мне в Екатеринбурге, в Екатеринбурге, значит, дали. Сказали, Юрий Дмитриевич, 20 лет назад я нашел камушек, вот вы здесь клоунс, поварском толпаке. Это кошка, вот, и представляете, я ждал, куклачев приедет, я ему ее подарю. Мы говорим с вами о чудесах. Вот все, что вы расскажете, это все большое чудо. И одно из самых великих чудес, это, конечно, наша жизнь, которую вы так вот образно рассказывали, как она создается, рождается, эти клеточки делятся, 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 и получается человек. Что для вас в жизни чудо? Для меня чудо, понимаете, все, кто-то верит чудесам, чудеса, а я понял, что чудеса мы создаем сами, своими руками. Понимаете, это для меня самое главное чудо. То, что создано сердцем человека, его душевным состоянием, это очень важно. Потому что, да, в моей жизни были такие моменты, когда молитвой, у меня сложная ситуация была в Канаде, я не мог вылететь домой, ни денег, ничего, ни билета, ничего. И я стал читать молитву, и она так воздействовала, что снег пошел, и завалил аэродром снегом, и сел самолет, и начальник аэропорта подошел, и говорит, слушай, никто не приехал, самолет, его для нашего самолета чистили дорогу, он сел, но через 15 минут должен обратно. Никто не пришел, садись. И мы бесплатно улетели домой, видите, тонну реквизитов, кошек, собак. Молитва играет огромную роль, когда ты молишься за чистое, за светлое, за доброе. Понимаете, а чудеса, самые главные чудеса создает человек. Спасибо большое, Юрий Дмитриевич.